Пастор Вальтер Занзен Пастор Вальтер Занзен Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит себя и говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, сдая, что с ней произошло, подошла и пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, дочь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя? Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги. Не бойся, только веруй. И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Иакова приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих, и вопиющих громко. И войдя, говорит им, что смущаетесь и плачете. Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей «талифа куми», что значит «девица, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцать. Замечательный текст. Сейчас будет много комментариев, что многие из вас уже слышали эту историю. Но обратите внимание на эти два абсолютно фантастические чуда. С одной стороны, исцеление женщины, которая страдала болезнью более двенадцати лет. И с другой стороны, воскрешение ребенка, которому было двенадцать лет. А вы заметили эту симметрию? Это совпадение. Двенадцать и двенадцать. Этот текст вдохновил меня поделиться с вами тем, что мне кажется очень важным сегодня. Послушайте меня, пожалуйста. Рассмотрим первую ситуацию. Больная женщина. Она потеряла покой и жизненную силу. Она страдает от постоянного кровотечения. По требованиям религии она не имела права приближаться к другим людям и тем более касаться их. Она страдала в одиночестве. К тому же она, верящая в Бога, год за годом не видела ответ на свои молитвы. Может быть, вы тоже давно молитесь об исцелении, но ничего так и не происходит. И к вашим дверям подкралось разочарование. Ситуация становится сложнее, и у вас уже нет ни сил, ни радости от жизни. Послушайте этот текст дальше. Эта женщина, несмотря на свое состояние, сказала сама себе, «Если только я смогу прикоснуться к краю одежды его, я исцелюсь». Именно наш внутренний настрой воспринимает Иисус. Он видит ваше воздыхание. Он знает ваши нужды и просьбы. Он знает ваши страдания и одиночество. И он проходит там, где вы находитесь, чтобы вы могли прикоснуться к нему. Та женщина хотела сделать этот шаг, и у нее были необходимые ресурсы, чтобы сделать это. Она не позволила никому себя остановить, ни толпе, ни своему разочарованию, ни религиозному запрету. Вопреки всему, она сделала шаг навстречу вере. И Иисус это ощутил. Он остановился и спросил, «А кто прикоснулся ко мне?» Та женщина знала и верила, что будет исцелена. Даже края одежды Иисуса были достаточны. Друзья мои, я несу вам добрую весть. Если у вас осталось мало сил, сделайте то немногое, что можете. Коснитесь края одежды Иисуса. Он остановился и вмешался в эту историю, и в вашу ситуацию вмешается так же. Примите от Бога сегодня 30 стих, который говорит, что сила вышла из Иисуса, чтобы исцелиться. Иисус не был заражен ни проблемами, ни болезнями, ни смертью. Наоборот, его чистота изошла от него, очистила, освятила, остановила зло. Его силы сегодня доступны и для нас. Его силы достаточно, чтобы дать ответ на наши нужды. Так же, если вы общаетесь с людьми, кто проходит через трудности и проблемы, кому плохо, тяжело, знайте, что Христос, живущий в вас, изменит атмосферу, очистит и освятит ее. Он освятит вас, чтобы вы, в свою очередь, могли стать благословением для других, чтобы Он мог использовать вас для служения там, где вы есть. Ваше мощное свидетельство поможет другим. Оно поможет зажечь веру в тех, кто будет смотреть на вас и слушать вас. Мы прочитали об очень сильном образе незаживающая рана, потеря жизненной силы и смысла жизни. Для меня это образ поколения, которое страдает из-за раны прошлого, которое никак не заживет. Иисус хочет дать нам слово ободрения сегодня. «Дочь моя, сын мой, идите с миром и будьте исцелены». Господь желает прекратить ваши страдания, что мешают вам встать и идти вперед по жизням. Господь говорит «иди и будьте исцелен прямо сейчас». Не позволяйте вашему прошлому опустошить вас и вашу жизнь, забрать энергию и потенциал. Не позволяйте вашему прошлому определять ваше будущее. Ну а теперь давайте посмотрим на продолжение этой истории. В тех же стихах, на той же странице, Иисус сталкивается с другой ситуацией. К нему подошла пара и умолила прийти и спасти их больную дочь. Чуть позже пришли плохие вести. Ребенок умер. Но Иисус видит все иначе. Люди видели ту девочку мертвой. Но Иисус видел ее уснувшей, не умерла, но спит. Господь Бог видит все ситуации по-другому. И вам тоже нужно смотреть на мир, как смотрит на это Отец. Он не видит окончательность смерти, которая проступала в этой ситуации. Господь освободил дитя от уз смерти. Ничего не может устоять против его силы воскресения. Эта сила воскресения доступна, и вам сегодня получите ее. Наполнитесь силой воскресения, которая есть в Господе Иисусе Христе. И вы, в свою очередь, сможете принести жизнь туда, где, кажется, уже все мертвое. Мы можем использовать этот второй образ в нашем рассуждении о старом поколении, которому нужно исцелиться от своего прошлого. Эта 12-летняя девочка символизирует новое поколение, которому нужно восстать, воскреснуть и двинуться в путь. Господь сказал, «Девица, тебе говорю, встань!» «Талифа куми!» «Вставай!» «Поднимайся!» Акт воскрешения был потрясающим, невероятным. Но это именно то, что Иисус делает и сегодня. Поколение, исцеленное от своего прошлого, новое поколение, которое восходит, чтобы обратиться к своему будущему. Но у Господа есть будущее для вас. Даже не сомневайтесь в этом. Может быть, среди вас есть родители, которые молятся и ожидают изменений в молодом поколении, в вашем доме, в ваших детях. Может быть, вы молитесь, чтобы ребенок пришел к Иисусу, но не видя пока изменений, вы разочарованы. «Господь желает обратиться к вам через это послание. Он поднимет вашего ребенка. Он не забыл. Он думает о вас. Он проходит мимо вас. И он берет дитя за руку. Та женщина должна была схватить край одежды. Далее она должна была прикоснуться к Иисусу. Ну, а потом уже Иисус идет, чтобы прикоснуться к ребенку, дабы оживить его и дать ему светлое будущее. Никогда не забывайте эту историю. Двенадцать и двенадцать. Число, полноты, совершенства. Господь держит в своей руке исцеление прошлого и воскресенье будущего. Будьте мужественны, будьте свободны и спокойны по отношению к вашему прошлому. И вы обязательно получите облегчение в отношении вашего будущего. Да благословит вас Господь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова